Всем привет! С вами Фёдор и сегодня мы протестируем АБС-оподобную смолу Rezion K. Приступим! Заявленный размер кубика 20 мм. Как мы можем видеть, размер данного кубика 19,937 мм. Печать производил на принтере Anycubic Mono. Большая вероятность, что данная погрешность произошла из-за данного принтера. В скором времени мы протестируем данную смолу на принтере с разрешением 8К. Возьмем дюрометр. Среднее значение твердости данного кубика составляет 78 единиц по шкале Шора. Высокопрочный полиамид имеет 75 единиц. Данный пластик используется в машиностроении, автомобильной, авиационной, текстильной промышленности, а также его используют для изготовления защитных кассок. Размеры испытуемого образца 2х3 мм. Устанавливаем его и начинаем изгибать. Данная палочка выдерживает 180 градусов. И возвращается. Сейчас мы посмотрим, как данная смола пройдет этот тест при температуре 200 градусов по Цельсию. Нагреваем паяльную станцию. Все, 200 градусов есть. Начинаем греть. И начинаем изгибать. Точно так же проходит, только становится более эластичный. Он можно видеть, как она извивается. Сейчас подождем, пока остынет. Еще горячая. Все, вот, начала остывать. И приняла данную форму. Сейчас данный тест мы пройдем при температуре минус 18 градусов. Устанавливаем. И начинаем изгибать. Уже намного плотнее. И сломалась она у нас при 150 градусах. Можно посмотреть, насколько она сейчас ломкая. Он сейчас уже начинает принимать комнатную температуру. И все, и становится снова эластичной. Испытуемый образец имеет размеры 3 на 3 миллиметра. Длиной 45 миллиметров. В процессе испытаний мы можем видеть, что у данных образцов средний предел механической прочности 21 килограмм. А механическая деформация 18%. Как мы можем видеть, образец выдержал нагрузку 15 килоньютонов без видимых деформаций. Испытуемый кубик 20 на 20 миллиметров. Вес молота 860 грамм. Начнем с 10 сантиметров. 20 сантиметров. 30 сантиметров. 40 сантиметров. 50 сантиметров. 30 сантиметров. Метр 10. Как мы можем видеть, испытуемый образец прошел тест без каких-либо повреждений. Вес кувалды 3400 грамм. 10 сантиметров. 30 сантиметров. Подложил бушлат, чтобы не провалиться к соседям. Сейчас попробуем с 50 сантиметров. Метр 10. И кубик полностью целый. Тест полностью заполненным кубиком смола прошла. Сейчас попробуем с таким волнистым кубиком. 10 сантиметров. 20 сантиметров. 30. 50. Вот что-то откололось. Как мы можем видеть, при 50 сантиметрах его сломало. Он немного раздавился. Метр 10. Как мы можем видеть, при метр 10 данный кубик весь рассыпался. Распечатал тестовый куб для фотополимерных принтеров. Из данных фотографий мы можем видеть, насколько качественно испытуемая смола справляется со своей задачей. В скором времени данный тест проверим на принтере с разрешением 8К, для того, чтобы увидеть различия в печати. На данный момент мы можем видеть каждый пиксель. После печати, к сожалению, данную модель плохо промыл и отправил на доп. засветку. Из-за этого видно подтеки смолы. Вы и сами все видели. По моему мнению, данная смола является одной из лучших АБС-оподобных смол. Для чего использовать смолу? Она идеально подходит для изготовления корпусов и различных прочных изделий. Данная смола неприхотлива в печати. Я использовал данную смолу для печати корпуса самодельного пауэрбанка. А также решил опробовать, как поведет себя фастекс из напечатанной смолы. На моей рабочей сумке весом плюс-минус 20 кг покупной фастекс постоянно ломается. При испытании фастекса из данной смолы с ним до сих пор ничего не произошло. Настройки для данной смолы в описании под роликом. Надеюсь, данное видео будет вам полезно. Подписывайтесь. Дальше будет намного больше различных обзоров. Завершим видео таймлапсом изготовления корпуса пауэрбанка. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok